Вот смотрю на происходящее, вообще в Туролог мне положено думать о будущем. Вот куда мы угодили вообще? Есть ли будущее у этой войны, да? Возможно ли, как нам сейчас говорят, вот у нас только безоговорочная капитуляция Украины. Вот смотрю на то, что сейчас происходит, вот вернулся из Курска. Вы знаете, вот победители в войне так не выглядят, ребят. Вот этот поток негатива, я могу сразу сказать, У него есть одна общая причина сейчас, да, которая, в общем-то, заводит боевые действия в позиционный тупик. Это распад системы, государственной системы управления в стране. На все беды есть один ответ. А так вы посмотрите, ну поток просто чёрных новостей, негатив. Вот мы только что видели с вами удары по арсеналу ГРАУ, 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 да, там два удара было. Там был, соответственно, был удар по Тихорецку, тоже по боеприпасам, где было, если под Тарапцом это головные части ракет, снаряды, боеприпасы, градом, ну, системы залпового огня, то в Тихорецке, вот, в общем-то, сообщи, как хвастаются наши враги, это вообще боеприпасы и ракеты из северокорейского производства. Мы уже, так сказать, все уже на все лады обсуждают неудачный запуск нашей ракеты, нашего Сармата с возможным взрывом, но подтверждений пока нет. Вот, ну и хватает всего остального, ребята, и вот этой стрельбы в Москве, открытого конфликта Кадыров, так сказать, фактически клана Кадырова с кланами, так сказать, Керимова, и говорят, в общем-то, и войну, то есть, и ВТБ, то есть, там у нас впервые с 90-х годов, такая ошибка интереса, причем, сами понимаете, что если что, там и Северный Кавказ может завибрировать. Это удары по, это гибель Эрнеста и Гудвина, группы Эрнеста и Гудвина, которая вызвала вообще жуткую реакцию рассерженных патриотов, вообще люди деморализованы, куда идти в армию, когда там тебя обнуляют, так и такие, так сказать, творятся, такие вещи. Вот, это удар по капотне, так сказать, да, если возвращаться к удару по, собственно говоря, торопецким арсеналам, то это уже намек, что, во-первых, это, конечно, были не дроны, как вы понимаете, дрон не может прошибить фортификационный бетон. Это явно было что-то более скоростное, чем дрон, с проникающей бетонобойной головкой. Ну, я, конечно, еще... Нет, конечно, могли лежать боеприпасы на грунте, но, как тогда, сдетонировали хранилища забетонированные, заглубленные. Скорее всего, это была уже западная ракета, да, западная ракета, наша фактически красную линию, они пересекли. Я уже не говорю про удары по нефтеперерабатывающим заводам, выбиты уже 14,5% нефтепереработки, выведенные из строя. Это была атака на капотню и так далее, и тому подобное. Да, и прорыв, все это начинает, как говорится, с прорыва Курска. А если вообще изначально брать вообще с потопления крейсера «Москва», с неудач 2022 года, вот поспешили поздравлять друг друга с победой, вот после провала летне-осеннего наступления ВСУ в 2023 году, ну, что все эти поздравления, как говорится, с мукой, ребята. Вот, и причем вы видите, что они делают. Они фактически вроде не дали официальное разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия своих ракет по глубинным территориям РФ, но, судя по всему, это произошло, друзья мои. Вот, и намек такой, ведь в Тверской области расквартирована 7-я дивизия ракетового стратегического назначения, это ползуны, это Тополя-М и Ярсы. То есть, посмотрите, мы в случае чего можем ударить дроном или ракетой, или, то есть, по, в общем, уже стратегическим носителям, ребята. Что ж, ребята, действительно, вот если мы побеждаем, как мы можем, так сказать, допустить такой поток негатива? А это значит, что, честно говоря, это мне напоминает не победу, а скорее вот череду катастроф и провалов, которые в Советском Союзе пошли с 1986 года. Нахимов, помните, катастрофа Нахимов, вернее, катастрофа в Чернобыле 26 апреля, ну и дальше там Нахимов, и дальше пошло по нарастающей. 86-90-е годы. Помните, вот дежавю полное. И что объединяет всё это, ребята? Это действительно кризис государственного управления. Ну, вы понимаете, что причина всего одна и та же – это разложение, так сказать, отрицательный кадровый отбор. Если много лет отбирать в, как говорится, как, я не люблю слово элиты, ладно, верхи, людей угодливых, готовых ради того, чтобы добиться власти, пойти на всё, на, как говорится, лизать пятую точку начальства, на прито очень алчных загребущих, то вот сонмище таких существ, они, она нанесёт ущерб стране, такой, с которым даже, наверное, завербованные ЦРУ агенты не справились бы во власти. Нет, они там есть, конечно, безусловно, но основная масса работает, это, что называется, на автопилоте, вот таких алчных, рукозадных дебилов. И это касается ведения боевых действий, мобилизации, полного, как говорится, полного провала в деле индустриализации и импортозамещения, даже в том, что взрываются наши ракеты, ну, потому что вот такие вот существа, они гонят вперёд-вперёд, они не могут толком организовать процесс, так сказать, доводки, конструирования и прочего, и случаются такие взрывы. То есть это плоды вот этого разложения, кадрового разложения. Это и есть тот самый управленческий дефолт. В том числе и в Валберес, так сказать, вот эту вот шибку интересов, очень-очень чреватую большим, так сказать, последствиями, тоже сюда же можно, как говорится, отнести. И если, да, при этом, посмотрите, весь этот государственный аппарат, состоящий из охотников, угождать начальству, ну, грести себе в карман при этом, да, такие верные, но не умные, вернее, набирали-то лояльных, а требует как с умных, он при этом плодится автоматически, ну, по законам Паркинсона. Причём плодится, выдавая массу совершенно нежелеспособных инструкций, бумажной отчётности и прочее, то есть он просто душит всякое дело в стране вот этим своим сверхконтролем, сверхотчётностью с совершенно тупыми правилами и установлением. То есть управленческий аппарат в стране впадает в такой вот маразм, в болезнь Альцгеймера. И, как вы понимаете, с таким государственным аппаратом войны не выигрываются. А что мы чётко видим, так сказать, вот такой управленческий дефолт, вот, он в том, что, в общем, государственная система, она останется коллективным слабоумным. Но вспомните, вот мы сидим буквально на диване, я говорю, и про себя, и про Стрелкова, и про полковника Аугстница, и про Владимира Баглаева, вы видите всю эту череду, мы оказываемся умнее этого государства, умнее генштаба, ГРУ, ФСБ, администрации президента. Помните, мы говорили, что как может начаться, что эта война может провалиться ещё до начала, что никто не встретит с хлебом и солью. Вот за месяц до этого был Игорь Стрелков у нас до начала войны, мы об этом говорили. А именно Максим Калашников был тот, кто 25 февраля 2022 года, даю ссылочку в описании, вот, написал статью о том, что всё, увязаем, первые признаки увязания. С дронами мы, так сказать, оказались правы, помните, как вся она часто кричала, что дроны нам не нужны, а беспилотники-то игрушки, мы кричали, где они, где беспилотники. И в данном случае оказались умнее впадающей в маразм системы государства управления, которая сейчас вот стоит на, я считаю, на грани, ну, дефолта, а дальше может быть просто распад этой системы. Вы понимаете, что это, то, что случилось, случается от ударов по арсеналам, от взрывов ракет, от гибели дроноводов, да, из-за самодурства криминализованного армейского начальства, всё это, как говорится, очень обрушивает, роняет авторитет центральной власти. Ну, как же, она же ничего не может сделать, она всё время опаздывает, её всё время обманывает, она ничего не может предпринять. Вот у меня, опять же, сильнейшее чувство дежавю. То же самое было с поздней властью КПСО в второй половине 80-х годов. Проблемы нарастают, провал за провалом, катастрофа за катастрофой, а неспособен ли союзный центр. Я боюсь, что такие же вопросы будут рождаться и сейчас, как и при Горбачёве. Вот, и не надо никаких, ещё раз говорю, слишком большого числа агентов, завербованных в ЦРУ. Страх ситуации в том, ужас ситуации в том, что вот алчная, но бездарная, алчная, но бездарная серость, которую, так сказать, массой поперло государственное управление, ещё, конечно, с ельцкинских времён началось, а потом всё по нарастающим, она работает автоматически, только где можно немножко поправлять. То есть, сам вопрос, можем, так сказать, ли повторить, помните, много лет говорили, можем повторить? Нет, с такой системой управления повторить вы не можете. Если вы будете сравнивать то, как велась Великая Отечественная, а шире Вторая мировая, как говорится, с тамошними ребятами грубого помола, они имели очень серьёзную систему управления и брали на себя ответственность. У нас по-прежнему героический народ, по-прежнему героические наши, так сказать, солдаты-бойцы, но нет той системы мобилизации. Давайте посмотрим, вот если система управления разлагается и разваливается, если она состоит из таких вот коррупционных тварей, которых, например, мы видим каждый день, то, пожалуйста, вот посмотрите на Министерство обороны. Ну, страшная проблема с теми же защитой дронов. Ну, невозможно высунуться в Министерство обороны не только с защитой дронов, с самими дронами, со многими инновациями. Почему? Вот один из очень уважаемых людей, который действительно реальный новатор и предприниматель, он мне ещё до начала войны говорил, ну, соваться в Министерство обороны с каким-то прорывной разработкой просто бессмысленно. Почему? Там настолько всё коррумпировано, ну, он говорил о временах Шойгу, Сердюкова, Шойгу, что там уже расписано, кто будет у нас инноватором, как будет распилен бюджет, ты туда чужой несусь. Ну, в результате мы имеем страшное отставание по связи, по беспилотию, по нижнему небу. И вот, посмотрите, беззащитные фактически наши нефтехранилища и арсеналы. То есть, систем ПВО не хватает. Сколько раз говорили о том, что нужно ставить локаторы, например, на дирижабли. Такие дирижабли делают, так сказать, две фирмы Аэроскана, ещё одна в Белоруссии делается. Ну, нет, они же чужие, они не относятся к числу допущенных к бюджетному пирогу, там, для раздела пирог всё-таки разрезают, не пилят, но, если вы понимаете, процесс тот самый. То есть, на самом деле, коррупция в Министерстве обороны, вот, это не какие-то там мифические пятые колонны, это не, как хорошо написал один из авторов, это не британские какие-то дипломаты встречаются с какими-то клоунами. Нет, вот это реальные пособники врага, которые, на самом деле, формально, видимо, не завербованы. Но их деятельность, их, так сказать, алчные воровские коррупционные устремления, они блокируют вообще процесс инновации быстрого реагирования военно-технического вызова войны, который приводит к гибели десятков, а то и сотен тысяч людей. Так что повторить вы не можете. Это можно снимать с повестки дня с такой системы управления, которая сейчас ещё раз впадает в Альцгеймер такой, вот, маразм. Враг наш, тем не менее, это, вернее, враг наш просто видит вот это слабое место, и он туда бьёт. Ага. Вот главное слабое звено, понимаете. Он пользуется этим. Почему? Ну, потому что нынешние войны, они, как мы с покойным Сергеем Кугушевым в третьем проекте писали, они ведутся по принципу методействия. То есть неважно, каким образом, неважно, что ты используешь, главное – успех. Главное – сокрушить врага, его сломить. Ну, вот, а всё остальное, в общем, победа всё списывает. И что они делают? Они туда и, соответственно, и давят туда. Ага. Вы не можете мобилизоваться, вы не можете, ваш аппарат разложен в управлении. Мы будем наращивать эти удары, так сказать, понятно, от крейсеров НПЗ до арсеналов ГРАУ, а, может быть, с созданием угрозы ударов уже по межконтинентальным баллистическим ракетам. Соответственно, мы будем вынуждать вас, используя ваши условия, вы не можете мобилизоваться, сделать мобилизационную систему управления, мобилизовать экономику, мы будем вас склонять к перемирию, выгодному нам, то есть хозяевам Соединённых Штатов. А вы понимаете, что перемирие в нынешних условиях, в таких условиях, понятно, никакую безоговорочную капитуляцию Украины добиться нельзя, и Одессу не освободишь. То есть только перемирие, а перемирие, как вы помните, это закрепление этого факта, что ни одна задача, так называемой, специальной военной операции не достигнута. Вот там сохраняется архимилитаризованный, бандеронационалистический, враждебный русский режим, а также де-факто форпост Североатлантического альянса. Ну, понятно. Но, тем не менее, видимо, наша сама система управляющая понимает пределы своего возможности. Стро не может привести новую мобилизацию, что она не может ввести военный социализм в экономике и не может правильно организовать боевые действия. Почему это грозит её существованию? Вся эта система межклановых балансов, всё это должно пойти к чёрту. Это личная ответственность, она этого очень боится и так далее, и тому подобное. И поэтому, вспомните, всё время идут намёки. Какие намёки? Прямое утверждение из Москвы о том, что мы готовы к переговорам. Ну, а вообще-то, переговоры, что такое переговоры во время войны? Вот ты сбил противника с ног, опрокинул его на землю, взаёс одним кинжал, будем, что вот теперь миримся. Здесь этого нет. А помните, с интервью Такера Карлсона, как минимум, всё время мы готовы переговариваться, готовы вести переговоры. Ну, соответственно, в этих условиях есть главный наш враг, он за океаном. Он говорит, ага, ну вот я тебя буду и принуждать к заморозке конфликта на моих условиях. А для этого вот такие вот удары. Вы вроде не разрешали, но удар нанесён, красные линии стёрты. Вы понимаете, куда может вывести такой процесс. Ну, что ж, первое, на что они давят, на что они, кажется, сейчас ломают руководство РФ через колено, а если вы будете артачиться, строптивные будем, мы, в общем, приведём вас к тому, что вам придётся проводить мобилизацию. Сотни тысяч резервистов. Ну, а поскольку вы не провели соответствующую мобилизацию государственного управления, не создан Государственный комитет обороны, как при Сталине, который возглавляет лидер страны, если у вас экономика так в полумирном режиме, на самом деле, как бы ни говори, милитаризация, не проведено, значит, вам нечем будет вот эти сотни тысяч мобилизованных, по сути дела, снабдить, экипировать, вооружить. А кроме оружия, ботинок, там, бронежилетов, нужны дроны, связь, очень-очень много всего. Вот, и понятно, что вот такая мобилизация, она может привести к внутриполитическому взрыву. Вот всё, вот падение авторитета центральной власти, которая очень напоминает на то, как потеряла свою власть КПСС во второй половине 80-х, она получит гигантское ускорение. Вот. Так что, причём, вы знаете, западники ведь, я имею в виду хозяев Соединённых Штатов, ну, Европа так, она же не субъект, она, скорее, объект управления, да, она тоже извне контролируется, очень здорово. Они прекрасно понимают, что даже перемирие, даже заморозка конфликта, она не прекратит борьбу, да, вот такое передавливание. Почему? Они отлично знают. Я читал их работы по долгой службе, очень много лет я понимаю в стиле их мышления. Они понимают, что заморозка приведёт к тому, что внутренний острый системный кризис в Российской Федерации будет развиваться, потому что будут очень тяжёлые послевоенные последствия. И вы понимаете, вот как футуролог, я говорю, ведь отказ от молниеносной, от неспособности привести блицкрик, отказ от возможности вот этого окна Стрелкова в 2014 году, надежда на авось в феврале 2022 года, когда молниеносная война, не просто не удалось, её не готовили просто-напросто, вот, привело к тому, что мы оказались в ситуации вот такого вот затяжного, страшного конфликта. Причём вы понимаете, что наше начальство к этому не готовится, всё остальное действие – это лихорадочная импровизация. Вот, они же не рассчитывали на это. И, в общем, вы понимаете последствия этого. То есть, получается, что нам достанутся, вот, в случае заморозки конфликта, сильно разрушенные, деиндустриализованные, превращённые в районы таких вот гуманитарных катастроф, территории, да, самые русские, кстати, территории – это Новороссия. Вот эти регионы придётся восстанавливать. Там затраты сравнимы с восстановлением затрат, простите, разрушений после Великой Отечественной-то будут. А взамен противник сохраняет выход к морю. Вот эти западноукраинские, центральноукраинские земли, они, в общем-то, не особо тронуты. Энергетикой он починит, в конце концов. Вот. То есть, размет такой получается непобедный далеко. И как-то надо из этого, собственно говоря, выходить. Вот. И если наступит перемирие, то, в общем, придётся тратить громадные деньги на то, чтобы отстроить все эти разрушения, разруху ликвидировать. Упадут военные заказы, надо будет делать, начнёт падать экономики. Понятно, что огромные ставки Центробанка, они не решают проблемы, только их усугубляют. То есть, в стране будет валиться, продолжать распадаться система управления, ведь принципы её отбора-то не изменятся. Будет, собственно говоря, кризис такой, послевоенный, падение военных заказов, падение производства. Кризис вообще людей, вернувшихся с войны, выставленных как лишние рабочие силы с оборонных предприятий. Куда их девать? Что с ними делать? А у них будут вопросы. А это и есть победа? Как бы там пропаганда не трещала, а ведь они это как победу не воспримут, и это будет серьёзнейшая внутриполитическая проблема. И вот здесь у меня сильнейший ещё раз дежавю, так сказать, вот с тем, как разлагалась система управления при власти Комистической партии Советского Союза в второй половине из 50-х, только в худшей форме, тогда более лёгкая была. Ну что, друзья мои, тогда вывод напрашивается сам собой. Либо власть наша предпринимает очень недюжинные такие, нетривиальные усилия для того, чтобы победить, чтобы выскочить с ловушки вот этого перемирия. Ну, либо, в общем, нам придётся готовиться к самому худшему. Я же привык всегда готовиться к самому худшему. Так что, братья рассерженные патриоты, волки свободного племени, в данном случае мы можем действительно свалиться на траекторию, ну, с одной стороны, напоминающую позднего Горбачёва, с другой стороны, Николая II, так сказать, с 1915-16 годов. У нас есть очень богатый исторический опыт, не очень хороший, доставшийся дорогой ценой, но вот я надеюсь на то гражданское общество в стране, которое не даст совершиться катастрофе, вот если система управления будет и дальше совпадать вот этот управленческий дефолт. Вот. Я думаю, что это пища для размышлений сейчас многим, потому что я уже не верю в чудеса. Ребята, на третьем году войны, не надо мне рассказывать сказки какие-то. Вот. Я понимаю, чем мы рискуем. Понимаете и вы. Я говорю это всем волонтёрам, неравнодушным людям, промышленникам, вот, говорю патриотическим военным, кто, в общем, посмотрел, хорошо познал цену войны и мира и вообще, так сказать, осознаёт угрозу того, с чем мы столкнулись. Вот. Если всё повернётся не лучшим образом, нам нельзя оказаться в положении патриотов, которые тогда были лишены очень многого, декабря 1991 года. Поэтому мы будем, как говорится, эту тему освещать. Ну, а во многом говорить ещё не время, но вы сами посмотрите на тенденции и делайте нужные выводы. Ну, а пока, пока, друзья мои, ничего утешительного я сказать не могу. Ну, посмотрите, войну на сухопутье, понятно, что впереди чёрная зима на Украине, чёрная, холодная, но на неё возлагать надежды полностью я бы не стал, если ты сам, у тебя в своём системе управления в таком состоянии. Можно, конечно, надеяться, что в Соединённых Штатах произойдёт заметня и смуты из-за тех выборов, вот, что они рухнут, но, понимаете, тоже нет гарантии. Могут ведь, смуты там, может, не начаться. А если ты рассчитываешь не на себя, на какие-то внешние факторы, что там тебе помогут, так этого не бывает. Надо самому, прежде всего, не плашать. Поэтому, друзья мои, делайте выводы.